Высоких гостей в своих владениях встретила Оксана Асташова. Директор Красновского дома культуры поделилась достижениями и успехами, а также рассказала о том, что сегодня необходим капитальный ремонт. Цена вопроса – 15 миллионов. Чтобы реализовать проект, Департамент образования вышел на конкурс Минкультуры. Ответ ждут к сентябрю. У нас здесь многое поменяется. Во-первых, и канализация будет, и систему отопления мы будем добавлять батареи, будем вентиляцию делать. То есть инженерные сети поменяются, отопление, канализация, зал. Зал будет тоже реструктироваться немножечко. Мы хотим приподнять сидение, потому что у нас там, когда зрители сидят сзади, не видно. Немножечко хотим вот эти такие сделки изменения. Угол поменять, да, угол. Да, да. Красновский дом культуры начал свою работу осенью в далеком 1957 году. Тогда клуб и библиотека располагались в небольшом однокомнатном помещении рядом с бухгалтерией колхоза. В 1962-м было построено новое здание, которое отслужило 20 лет. Затем в 1986-м году дом культуры переехал в кирпичное двухэтажное здание. Вот у нас больной вопрос капитальный ремонт, да. Поэтому, Антон Геннадьевич, не надо ждать сентября. Надо уже сейчас ехать и вырывать эти деньги из федерального бюджета. Вырывать на ремонт. Потому что одно дело их забрать, а еще надо ремонт этот сделать. Это тоже в одночасье не сделают. Тем более это капитальный ремонт. И, конечно, когда это будет, еще надо ведь закрываться как-то, надо работать нам в это время тоже. Проблем-то много таких. А жители привыкли сюда ходить? Конечно. Так у нас же дети тут бегают, ошиваются все. Когда уже вы откроетесь? Когда откроетесь, наконец. Мы уже устали. Как много читателей? 900. 900? Ну да, набираем. Сейчас, наверное, потому что ребята остались здесь на каникулах, много очень приходят, да? Ну и какие-то конкурсы устраиваем, чтобы они приходили. Чтобы привлекать. Ну, у нас как бы летние читательские гонки, они каждый год проходят. У нас сельсовет. Спасибо спонсируют, потом призывы вручаем. Покручиваемся. Понятно. Место для встреч, общения, развлечений, занятий и, конечно же, чтения книг. Новые модельные библиотеки, которые открываются по всей России в рамках национального проекта «Культура», ломают все привычные стереотипы. Благодаря ремонту эти площадки становятся центрами притяжения для жителей городов и поселений. Именно такую библиотеку видят и в поселке Красное. По библиотеке тоже подались на конкурс Минкультуры, чтобы привлечь федеральные деньги. Модельные библиотеки. Именно модельные библиотеки – это новый формат библиотеки. Современные библиотеки. Да, современные уже, с компьютерами и с книгами, которые можно электронно почитать. И есть новый формат разработанной Минкультуры, модельные библиотеки. И мы сейчас тоже подались на конкурс, тоже выходим с тем, чтобы получить финансирование и уже как раз вам высовывать здание. В Рио губернатора Юрий Бездудный поручил профильному департаменту вплотную заняться вопросами Красновского дома культуры.